Доброго времени суток, девочки, мальчики. Хочу спасибо вам сказать. Я почитала комментарии по поводу видео моей мамы в гостях. Спасибо большое. Честно, огромное вам спасибо за такие комментарии. Всем мамочкам здоровья, это самое главное. Всем нашим родителям. Дай Бог, не делайте больших лет долгих. Я чайка и мясо размораживаю. С гречи буду делать мясо. Рису мало не буду делать. В магазине ходила. Гречи сделаю с мясом. Я. Сейчас чай бы пил быстренько. Вот. Еще хочу раз повториться. Близких моих любимых людей на камеру я показывать не буду. Вот так вот. Не родителей, не кого-то еще. Я постараюсь этого не делать. Но если где-то мельком что-то когда-то, то не бесудьте. И прошу сразу выйти с моей страницы тем, кому что-то здесь не нравится. Здесь никто никого не держит. Хорошо? Свинарка сидит не для вас здесь, а для адекватных людей. И показывает, и учит, как делать не нужно. А вас, умных, ждут в другом месте. Так что, и деньги будете считать в своем кошельке, когда вы их заработаете. Это, мне кажется, будет правильнее, чем писать мне одно и то же постоянно. У Ирки денег до хрена. А ты мне их пополняла? Или ты просто распространяешь такую информацию, чтобы меня бомбанули? Не открывай роток. Пословица есть. И заглядывай к себе в карман. У кого есть, сколько есть есть. А то Ирка всем помогает. Лучше бы маме помогла. А я сама разберусь с собой, если понадобится, со своей мамой. Вы свой вид хотя бы уважать начните, чем советовать другим, что им делать. Королева наша. Которую их гонишь отсюда, а они все равно сидят. И советы раздают, зараза. Жалко. Вот именно, правильно, кто-то там написал. Вот таких и жалко. Убогих. И, говорит, гонишь отсюда, а они, говорит, все равно идут. Ладно, тему закрыли. Мясо рубка начинается. Ну, почти. Почти, почти. Маме отдала, тоже увезла сейчас еще мясо. Перерабатывает его. Потихонечку. Перерабатывает. Сейчас я тоже вот эту заразу срежу. Шкурку. Стирать резинку надо все равно будет уже. Сегодня думали с ней, гадали, как рулет этот сделать. Вкусно, чтобы было. Короче, завтра на бечевку мне эту принесет. Как она называется? Стяжка или как? Растяжка. Жгут или как он там называется. Магазин просто закрытый был уже. Хотели зайти с ней. Рядом с домом у нее. Я говорю, ладно, завтра зайдешь. Буду делать. Дымок только еще купить надо. Дымочек с дымком сделаем. Нож у меня не один. Для тех, кто волнуется за мой нож, что Иринка, купи себе другой нож. У меня ножей вон их там много. Там еще целая пачка новых. Но я приобретаю, но почему-то я не пользуюсь. Мне не нравится. Большая широкая ручка. Мне неудобно ее, во-первых, в ладошке. У меня ладошка быстро устает. Мне, я как-то не знаю, не привыкла, наверное. Мне удобнее маленьким ножиком. Вот таким. Там еще у нас в магазин такие ножи привезли. С зеленой ручкой. Я куплю. Там в другом есть еще такой же ручка. Я куплю еще пару ножей вот таких вот. Просто мне удобно, мне нравится. Но прям по руке. И изгиб вот этот удобный. Мне нравится держать ее. Я этим ножом и картошку чищу. Бабушка не может этим ножом. У нее вообще там какой-то косолапый нож отдельный. Деревянная ручка. А мне это нравится. Он с зазубринками такими. Но если им порежешься, им будет очень больно. Им больнее резаться, чем другим ножом. Каким-то резаться, если. Не дай бог. Этим больнее. Ранка больнее заживает. Дольше. Мясо мое не надо жалеть. Так же, как и моих кошек, и меня, и мое имущество. А то все и сжалелися. Все и страдалися. Все жалко. Себя надо в первую очередь жалеть, девочки. Себя. Красавицы вы. Да уйди ты, господи, надоела лысина. Честно говорю. Не поедешь со мной никуда. Сходила я мусульонку. Водомюнсуленку. Водомюнсуленку отнесла. Промюсуленить надо будет. Водомюнсуленная. Водомюнсуленная. Отнесла бутылку. Водомюнсуленную. Сегодня я разговаривала с мамой еще на тему о своем этом хейтере. Ну, она спросила меня, как, говорит, там, а это Юлька, говорит, кошатница. Ну, она ее так не называет, и это я так называю. Как, говорит, та женщина, говорит, проживает из интернета, она так ее называет. Так, говорит, женщина злая. Я, какая сначала, ну, кошек-то, который я держала, говорит. Я, ну, она до сих пор, по-моему, держит. Ну, и разговорились. Рассказала ей так потихоньку. Мне мама вопрос задала, говорит. Мама вопрос задала. Почему, говорит, она такая злая? Почему, говорит, эта женщина, говорит, такая злая? Я не знала, чего ответить. Я хотела ей рассказать, что эта женщина хотела что-то от меня видать, но не получила, как по-женски. Как женщина. Не удовлетворилась. Вот. Ну, не стала я маму огорчать свою. Потому что мы же склоняемся только к этому. Я же тогда вам рассказывала, да, что она на своем прямом эфире орала, что она вот такая вот сякая, и что я губу закусываю вот так. И это ей очень нравилось. Она прямо до мурашек балбела. Вот. Значит, вот такие дела. Я не стала маме рассказывать, огорчать ее. Где? Сидит, говорю, что ей делать-то? Стоит, сидит, жрет, спит. Живет хорошо. По интернету ползает, говорю. Аккаунтов, говорю, не открывала целую гору. Следит, говорю, за мной. Подглядывает. А что, крыть ей надо? А что, крыть ей надо? Яку, своей жизни нету. Она у меня не понимает, ничего в интернете, потому что я ее не напрягаю, не рассказываю ей. Так, спросит что-нибудь когда-нибудь. Так, ответишь что-нибудь, и все. Так-то она знает, что эти, про хейтеров, кто такие хейтеры, я ей объясняла. Она говорит, кто-то такие. Ну, я ей объясняла, кто такие. Она поняла, кто это. Ладно, говорит, я тебя, Иринька, поняла. Я говорю, это такие люди, говорю, интересные. Мам. Они, говорю, такие интересные по жизни, по своей. Это хейтеры, это у которых все ништяк на все сто. В жизни, в постели, в еде, в башке. Везде. У них на все сто. Это профессора. Профессоры. С другой планеты прилетели к нам. Почему этих профессоров нам не выдают с рождения? Как приставим. Приставили бы к нам их. И они бы нас с рамы его рождения учили жить. Жизни бы нас учили. Мы бы, наверное, такими не были, не вырастали бы. Правильно ведь? Как мы всю жизнь жили без них? Я дожила до стольки лет и без них. Последние три года я вот только живу с ними. Странно. Правильно же? Я говорю, такие люди, которые все везде знают. Я же сколько раз говорила. Мам, не надо ходить по врачам. Открываешь страницу, заходишь, снимаешь хоть что. Можешь просто в профиль, не в профиль, просто постоять. Повернешься, башку вот так, вот так, так, так. Всяко. Тебя, говорю, так оплументируют. Никакой врач, говорю, тебе такого не скажет. И ходить не надо, говорю, никуда. Понимаешь? Никуда. Время сэкономишь. Там вплоть даже пульсобиение тебе обозначу. Сколько оно у тебя? Ударов. Вообще, в принципе. Понимаете? Тут же все профессоры. Врачи, гинекологи, дерматологи, парикмахеры, психологи. Тут кого только нету. И заметьте, это все бесплатно. Заходишь к себе на страницу, открываешь комментарии. Ну, спустя минут 10. Все, все диагнозы налицо. И не забудьте похвалить тех, кто вам эти диагнозы поставил. Они старались. Вот так вот. Поняли? А мы, говорю, по врачам ходим, по кабинетам. Сидим там с больными. Дышим этим. А тут прям дома все. Это же вообще плюс какой. Это же просто плюс в этом. Обалдеть. Это люди такие хорошие, говорю, мам. У которых все в жизни хорошо. И они не знают, что ее хорошо, куда бы засунуть. И суют его везде. Толкают даже они его так. Записывал. Иди, 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 кореньки. Иринка мясо настрогала. Да ты, мой сладкий, куся, пелезок. Били, били. Третий уже кушал, шумничка. Угу. Она уже пешком по мне пошла. Ой. Иди, повезло тебе. Мясо на полу. Кусочек. Так-то ты вообще-то не заслужила. Это тебе бонусом. У меня бонус? Нет, Макс, не тебе. А кому? У вас, Васька. Васька? Угу. Блин. Все передавила вот на пальчики. Венка есть внутри. Передавливаешь. И когда давишь, больно. А потом еще бывает, она посинеет, зараза. И когда так тихонько даже нажимаешь, больно. Очень сильно больно бывает. По венке когда. Я жаркое хочу. Картушкой надо лезть. Там вода. Не слазить мне неком. Так. Уйдите, кошки. Извините. Одна головка у меня. Тетя Света, приходите в гости ко мне, пожалуйста. Мне чай горячий есть. Лука нет. Чеснок есть уже. Я так соскучилась. Что-то вас давно не видела. Тетя Света. Приходите ко мне в гости. Чаек погоняем. Завтра мне распаковка должна девочке приползти. Шторы Зарине с Абмаксудом в комнату. И белая, по-моему. Белая вот такая же. Заказала такие детские цветные. С, как они называются? С лошадями. Как они, Сабрина? С лошадями шторы-то как они? Ну шторки я с каких лошадями заказала-то, Зарине? Как они называются-то, блин? Единые враги. Цветные такие. Потому что, думаю, комнатка у них, да? Как бы побольше, чем у Сабрины. Пока они вместе там обудут. В комнате в этой. Аксуда еще чуть-чуть подрастет. Потом отдельно им сделаю. Ну, переселю. Ну, чтобы игрались и что-то с Абрией не мешали заниматься. В общем. Ну, короче, дело было к ночь. Потому что тут звезды. Ой, небо голубое. А тут будут такие... Ну, наклеить я покажу. Как типа мальчиковские. Ну, и такие нормальные. Они такие. Когда свет выключишь, они должны будут светиться. Мы ходили в кладовку, когда я их покупала. В кладовке там руль красиво. Ну, и как бы видно, вот это горело все. Кораблик, не кораблик. Руль что-то там. Карта какая-то. Ну, схемы какие-то. Горело красиво. Вот она как бы более мальчиковая, да? Стены. Потолок веселенький. А шторки сделать-то лошади. Я хотела ночные такие. Там космос красивый. Такой синий-синий. Такой яркий космос. Прям такие дети нарисованы. Во. Ну, опять это чисто для мальчикового. А лошади опять. Ну, на лошадях и мальчики катаются. Я вообще не с тобой говорю. Лошади пойдут. И мальчикам, и девочкам. Веселенькие такие. У него обои будут нормальные. Менять буду каждую неделю шторки. И все. И не будет обидно. А можно одну шторку руку повесить. Вторую такую повесить. Половина его, половина его. Можно было и обои так же наклеить. Для девочки, для мальчика. Ну, что я так задерживаю. Чш. Нахера нам надо. Не надо нам так. Короче, все будет нормально. Все будет хорошо. И вы жили дружно. И не воевали. Сейчас мне надо еще узнать по поводу этих окон. Мне надо срочно замки поставить на окна. Ручки как-то надо снимать. Кому-то надо идти, обращаться к этому, с этим делом. Я хочу полностью ручки убрать с окон. И замок. На замок. На замок просто закрывать все. Два окна. Ихне и Савринина. Там у меня выходит на лоджию, потому что балкон у меня не надо. Там надо убирать. Здесь хочу убрать. Меньше переживаний просто будет. Как-то. Ну, спокойнее будет. Лучше так сделать. Будет спокойнее. Я так думаю. Я вообще как бы не хотела четвертый этаж. Я хотела второй. Максимум третий. Второй. Вот я на второй. Первый, второй. Первый, второй. Первый, второй все хотела. Первый, второй. Максимум третий. Ну, так получилось, что выше. Ну, хрен с ним. Нет, не то, что с него ниже лететь. Вообще просто мне подниматься легче. Я с пакетами с такими не хожу, потому что. Мне же тоже надо себя беречь. Вот. Я об этом тоже подумала. Ну, ладно. Пошла я жарить.